всем добрый день суток всем подписчикам моего канала хочу сделать такое не очередное видео небольшое которое лучше бы не приходилось не делать но к сожалению балка дело такое значит делаю значит сегодня такое видео по поводу спиннинга который сломался у меня на последней рыбалке значит коробка последней рыбалки рыбалка была вчера судак у нас сталкивать очень хорошо но как бы надо искать его с помощью холота вчера я не снимал вчера видео потому что рыбалка была погодные условия были ужасны ветер был 6 7 метров в секунду холодно ветер очень-очень некомфортная ловля но рыба плевала сахалотом проехал я по ездила не один своими друзьями значит поехал приехал сахалот поехал сахалотом по всем своим местам ну грубо говоря 8 мест и обнаружил то что из 8 мест только в двух местах была рыба и причем в двух местах но не обычно не с той стороны потому что но места сами знаете они могут облавливаться с разных сторон и как правило были обычно не с той стороны где я обычно облавливаю лишь наличие холота на данный данный период времени осень это просто обязательно ну как бы как говорят сколько ловишь судака всегда чему-то учишься поэтому я последующий рыбалку за холота выезжать просто не буду в этом не имеет смысла причем был у нас такой интересный вчера случай который до этого не наблюдал что вот мы попали на такую проходящую стаю судака где вообще судака никогда не было то бишь мы плыве за халотом увидели большие дуги остановились сразу дуб была большая рыба на хорошие размеры штук 30 наверно мы остановились проплыли чуть-чуть отплыли метров двадцать и потихоньку кинули якорь первый заброс судак полторуха потом несколько забросов вы можете еще десяток забросов тишина опять завели мотор посмотрели акваторию рыбы нет просто какая-то проходящая стая которую мы зацепили слегка и значит еще был был судак на некоторых точках и как правило он практически на всех точках где рыба была я там поднял по в общей сложности поймал 10 судаков вчера самый маленький на 1 грамм 800 самый большой по моему под что ли что-то такое значит но значит у меня я показывал данное видео выпуска не портун 21 сейчас передел печальной истории этого это рыбалки и значит у меня практически уже когда мы собирались ехать домой практически когда мы собирались ехать домой мы встаем на точку я значит беру одного судака туда поклевка беру 2 судака тоже и значит ну закидываю в очередной раз у меня происходит такой знаете удар ну как говорят отдай спиннинг очень мощный удар очень мощный такой прям вот можно сказать самый мощный за тот день такой бах удар я делаю резкую подсечку и у меня ломается спиннинг прямо на стыке не знаю сколько хорошо будет видно но так постараюсь прямо на стыке ломается спиннинг вот вот так это все должно было бы быть вот так на стыке у меня ломается спиннинг ничего больше не ломается все нормально ломается спине только на стыке конечно допить могут починить здесь он треснут где-то вот сантиметра два года отсюда если посмотреть внутри то это видно то бишь придется его так пилить вставлять но знаете для меня честно вот поломанный спиннинг это поломанный спиннинг я не люблю пользоваться такими вещами и распинил меня один раз подвел я просто не вижу смысла брать этот спиннинг с собой на рыбалку и ловите думать спин сломается он там может следующий раз в коме или еще где-то лучше взять другой спиннинг который у меня есть у меня ну слава богу еще есть пару спиннинг значит что скажу поэтому по этой поломки перед тем как купить pantone 21 мне оставил выбор купить на себе санкро x или купите белыми глаз нами глаз показался очень жесткий для меня да я взял pantone хотя читал на сайте что многие говорят многие писали что ломается кончик вроде не спиннинг не крепкий я поговорю у меня есть как я уже говорил друг который проработал долгое время а дилеры товаров да и он не говорит что приносили нам эти pantone сломанные несколько раз назад ну продавали бы их тоже приносили несколько сломанных pantone так что говорит как бы ну спиннинг такой спорный но опять же как есть негативные отзывы так есть позитивные отзывы о спиннинге и поэтому я все-таки подумал что я отношу и вы просто не представляете не только у меня знает насколько аккуратно я отношусь к спиннингам еще нашу и в тубусе или в чехле я в лодке никогда спиннинг не кидаю на пол какую бы рыбу там не поймал и всегда аккуратненько ложу всегда вложу его ли вставляю его подставку или ложу его аккуратненько на бортике лодки которые прорезиненные никогда не кидаю поэтому моя вина здесь исключена я вам скажу так что за время своей балками не сломался ни один спиннинг не случайно и не на рыбе никак это первый первый вообще в моей жизни налоги сломанный спиннинг значит что могу еще сказать я позвонил своему другу ну поговорил с ним говорю вот так и так с тем кто человек который работал говорит что это производственный брак потому что он не спиннинги не должны ломаться в комеле и не должны ломаться на стыке он говорит что добывает ломается кончик когда слишком тонкий возможно там ну вот самая тонкая часть спиннинга он говорит там по-моему до третьего дописи кольца ломается то это может быть ну неправильная эксплуатация спиннинга но говорит в комеле и на стыке спиннинг ломаться не должен вот я когда этот спиннинг купил он очень этот спиннинг очень легкий очень легкий это третья рыбалка была третья сломался на подсечке то бишь подсекаем возможно был крупный судак потому что был сильный удар сейчас осень трофейная рыба есть и у нас она есть 45 килограмм судаки выше 8 возможно была рыба на трешку может на 4 килограмма и спокойно это могло как бы сопротивление рыбы нагрузка на спиннинг как раз его конечно могу сломать если вот видите какой большой кусок отлома то бишь вот практически он это так как был спиннинг одет значит что можно сказать я не знаю можно поспекулировать да была эта большая рыба небольшая но отловил я целый день этим спиннингом поймал у него 10 судаков и вот мог грубо говоря на 11 он просто лопнул но этот спиннинг до 42 грамм я скажу так что это спиннинг я говорил как только купил его если вы посмотрите мое видео что это спиннинг по моим ощущениям перегруза не любит потому что перегруз для этого спиннинга это наверное смертельно потому что я кидал чебурашку 15 грамм и или 16 грамм и прямо точно какого перегруза не было но я думаю что 42 грамма этот спиннинг наверное вряд ли кинет потому что он очень легкий и очень и тонкостенный я говорил своем обзоре когда его купил что этот спиннинг такой как бы ну не совсем тонкостенный но где-то так вот в середине потому что это уже сразу было видно что этот спиннинг тонкостенный что еще можно сказать значит если ваш спиннинг вот я вам хочу сказать видео да так вот ноги покупать и не пишут вот у меня там спиннинг там весит там 240 или 250 длина он весит 120 грамм такой легкий так приятно рыбачить ребят запомнить одну вещь если у вас стоят не титановые кольца и не облегченная фурнитура на спиннинге да а здесь фурнитура не облегченная вот ну понятно это понтура здесь фурнитура не облегченная если у вас не стоит облегченная фурнитура там например катушка-держатель сенсорный да фуджи там вообще не только две за два зажима если у вас не стоят титановые кольца а у вас но грубо говоря нормальный спиннинг у вас металлические кольца вставки сик или вставки алкомитовые тогда не спине весе 120 грамм вы поймите что значит сэкономили не то что сэкономили не бывает ну сказок да в жизни что вам сделали сверхпрочный карбон сверх легкий и который не ломается значит просто сделали тонкостенный бланк и в итоге с этим бланка может произойти вот это я когда посмотрел бланк на самом деле очень тонкостенный и еще скажу такую вещь вот я не знаю насколько будет видно да но вот здесь на фоне и здесь и здесь на спине и на самом на базе уголок на этой здесь видно невооруженным глазом слои невооруженным глазом здесь видно слои как наматывался карбон как он скручивался да прям слои и узнаете вот если взять вот так вот пальцем то карбон вот этот вот графит он прям отслаивается друг от друга вот я поддеваю пальцем вот эту часть и они вот ну прям отслаиваются видно что такое предчувствие как будто у меня есть другие спиннинги до который там ну который я сам специально сломал старые чтобы их пустить на материал для починки там куски бланков там еще что-то это просто держатель и там графит знаете толстый и он так скручен что он из себя составляет одно целое вот ты берешь его это как кусок пластика там не видно никаких слоев никаких вот здесь я не знаю вряд ли это будет видно но здесь прям видно что слоя их можно вот пальцем поддеть я вот так вот делают мизинцем ногтем грубо говоря и они просто отслаиваются от отслаиваются прям внутрь как будто графит вот смотрите графит вот я не забуду видно ли вот как будто графит плохо плохо между собой склеен он не составляет он просто плохо между собой склеен вот это могло кстати привести к поломке потому что за время бросания спиннингом графит просто в этом месте если он плохо склеен он просто ну начинает расшатываться начинает слонится внутри и потом происходит слов я узнаете скажу так я не рекомендую покупку этого спиннинга никак не за какие деньги даже если вам предложат его купить за 3000 рублей я не рекомендую покупать не потому что я не говорю про всю продукцию понту я не говорю про плохие спиннинг там что я просто скажу так что я знаю точно что это не моя вина я брал этот спиннинг зная что он может сломаться потому что об этом написано в интернете много мне об этом говорил мой друг что не бери этот спиннинг это мы на мы приносили сломанные но я не послушал никому он не понравился на вид мне понравилась ручка понравился катушка-держатель кольца все настрою прекрасной длина развесовка и я никого не послушал я взял этот спиннинг и можно сказать теперь пожинаю плоды я конечно ну если бы я не беремушка для себя знал я бы он не покупал конечно но сейчас я вот на данный момент конечно понимаю что я сделал ошибку мне надо было просто купить лами глаз и я думаю я бы проблем таких не испытывал если бы этот спине сломался на коряги хотя бы да вот просто подсек корягу тянул там что-то и он лопнул я бы еще сказал да и там возможно моя вина там еще что-то самое обидно что сломался на подсидно поклёвки хорошая поклёвка такие поклёвки бывают и возможно ждешь целый день одну единственную и был отличный удар и спиннинг просто сломался на стыке что в принципе быть не должно вы знаете я у меня были спиннинги неоднократно где вот эти стыки были вклеены и сюда и они были целиковые вот если бы этот стык был здесь вклеен его был бы целиковый тома не сломался никогда потому что ну понятно что карбон очень прочный графит карбон очень-очень прочный материал и если бы он был полный полый он бы не сломался бы никогда и помимо того у меня были спиннинги что эти ну график что этот графитовая вставка вклеенная было не просто полая она была полная плюс она еще была из сплетенного карбона в шахматном порядке специально переплетенный карбон для еще более мощного усиления стыка да здесь я считаю и мне сказал также мой товарищ что это производственный брак это производственный брак значит что можно сказать ну конечно это неприятная такая ситуация стоит денег посылка в россии стоит денег я конечно первое что сделал я сконтактировался стиль у кого купил этот спиннинг рыбалка shop.ru называется этот веб-сайт доставка прошла без проблем оттуда люди принципе там отзывчивые все нормально большой ассортимент большой магазин я с ними сконтактировался и сразу сказал ребят вот я купила спиннинг месяц назад третья рыбалка на подсечке судака лопается спиннинг на стыке на что они не ответили что пришли эти фотографии будем разбираться вот их не слова дословные я отослал им пару фотографий вот это вот этой части и ну будем разбираться я не знаю что это означает будем разбираться да вообще я конечно не знаю как работает система там полном от возвратов россии вообще есть такой как это все работает швеция это работает очень просто я сейчас приведу вам один пример который случился со мной недавно я заказал спиннинг в швеции короткий метр там 90 или 2 метра специально до вертикального джига потому что я хочу или в следующем сезоне или даже в этом сезоне еще половинка вертикальный джиг у меня все для этого действия холод и мульты и теперь короткий спиннинг потому что ловли нужно 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 быть именно коротко и вот пример такой мне приходит спиннинг он был спиннинг достаточно дорогой там в районе 100 евро он стоил но на очень большой скидке нашел его за 30 и он был единственный экземпляре но так как спиннинг полтора частный до больше него цельный бланк который вставляется только в ручку я этот спиннинг вам обязательно покажу и расскажу про него но не в этом видео и мне на этот приходит этот спиннинг и у него значит так как его плохо упаковали его просто плохо упаковали у него сломан кончик прям вот так вот по тюльпану тюльпанчик там покороче там где-то сантиметр полтора сломана прям по тюльпану ровно я тут же делаю фотографию звоню этим ребятам у ребят вот так и так сломан спиннинг пришел кончик вот присылаю фотографию они говорят ну мы упаковали все нормально когда упаковывали бы он был целый я говорю это просто не оставить курс они говорят что я его сама никакому когда упаковали вы извините он был целый я и показывал на что они не сразу говорят мы вам деньги вернем на карту денег от вас никаких не надо спиннинг можете оставить себе и типа приятного вам дня после этого я сразу нагреваю вот эту часть вытаскиваю оттуда полтора сантиметровый кусочек немножко шкурю там здесь делаю этот кончик немножко шкурю там все заливаю ибоксидкой насаживаю боксидку ибоксидку на волной баксидку тюльпан и после того как это все усыхает я делаю небольшую обмотку красной ниткой даже не нет кашнуром у меня нет него я был тонкий 0 там 8 красный шнур я делаю просто небольшую намотку эстетическую из красного штура и потом делаю ибоксидкой все спиннинг как новый просто спиннинг как он не даже сами продавцы магазина говорят а вы гэта подвести сити и будут там ближайший рыбный магазин лава там заклеить все с меня не взяли ни копейки не сразу сказали ребят спиннинг твой нам ну у нас его заменить нечем потому что у нас был в среднем экземпляре а если бы у них было бы еще не просто заменили так что спиннинг основной себе и деньги деньги мотивируем все все вот это делается так это так как делать должно быть понимаете я ловлю не первый день я не у меня ни один спинники а перелом не одну кучу я никогда не ломал спиннинг на рыбалке никогда не на рыбе нет потому что я обычный раз поплыву на лодке я лишний раз камень на учу леску отрежу чем буду там что-то тянуть спиннинг вот и все вот такая вот получилась неприятность я конечно же сниму дальнейшем видео как магазин поступит магазин сказал что будем разбираться как он разберется и что из этого получится но спине я не знаю возможно будет стоять как просто на запчасти или что-то с невозможное сделаю ну возможно не пришли придется потослать его назад если магазин скажет пришлите нам его назад хотя мне это очень может выйти достаточно круглую сумму ну вот такое вот видео значит рыбалки еще будут постараюсь снимать потому что на прошлой рыбалке снимать было просто нереально потому что был какой ветер был волны приходилось бороться с волнами еще и ловить одновременно еще было три человека в лодке уж это было рыбалка была можно сказать очень-очень такая трудовая ну вот так вот спиннинг я как говорю не рекомендую лучше не покупайте эту ферму просто обходите и стороной панту 21 спиннинги я не рекомендую я сам сделал такую ошибку мне их не рекомендовали также но я никого не послушал теперь я говорю об этом вам что лиц панту 21 я не знаю их не другие модели но я не буду про них говорить потому что зачем говорить о том что чем у меня не было говорю сейчас именно о спиннинге которые бывают сейчас попробую вам показать что нужно вот понтун 21 психоган вот именно эту эти модели я не рекомендую но я бы вообще если честно не брал бы спиннинги под понтун 21 не такие это мое мнение потому что здесь нету в этом спиннинге нету плохих компонентов здесь компоненты все на уровне и фуджи капюшка держателей польза не хорошая пробка и хороший тары и карбон японский это производственный брак понимаете производственный брак это просто производство брак поэтому если даже возьмете спининг от этого же понту на другой какого-то другого класса возможно и там будет просто производственный брак поэтому я мое мнение такое что я для меня спиннинги в понту 21 больше нет теперь я наверно скорее всего буду смотреть сторону американцев потому что пусть у них будет немножко дрынообразные спиннинги немножко жесткие но такие которые я буду недель которых на 100 процентов уверен что на потечке не сломаются ни в коме ли и нас таки так что вот так всем спасибо за внимание значит ребят всем удачных рыбалок пусть ваши спиннинги не ломаются так как мои счастливо